Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать отличнейший бой на среднем танке Объект 140. На самом деле редко встречаются грамотные бои на этом танке, но данный бой поражает своим напряженным геймплеем и действительно тащунством, так что рекомендую досмотреть до конца. Вот такие вот весьма красивые 2D стили вы сможете получить абсолютно бесплатно, поиграв в танки с 8 ноября 9.00 по 18 ноября 9.00. Собственно нужно будет выполнить специальные лбазы, которые автоматически появятся у вас в ангаре, в принципе ничего там сложного нету. Ну и я считаю, что в принципе такой камуфляжик стоит забрать, учитывая, что он уникальный и другого такого уже не будет. Может быть конечно еще раз можно будет там приобрести его за деньги или еще как-то достать, но в данном случае тут уже в принципе заходишь и забираешь, так скажем, подарочек из ангара. Далее, что стоит отметить, с помощью специального бонус-кода, всего их 5 бонус-кодов, можно взять один из 3D стилей на один из танков. АМХ-13-90, Т-49, Т-54, Центрион МК-71, М-103. То есть ты выбираешь один из бонус-кодов на официальном сайте, активируешь его и другие бонус-коды на другие танки уже становятся неактивными. Так что стоит выбирать с умом, какой танк ты хочешь. Ну в общем тут каждый сам для себя будет выбирать, то есть нету какого-то конкретного стиля, который предпочтительнее другого. Еще 3 стиля для танков Пантера-2, Е-50, Е-50М можно получить платно. То есть бесплатно получить можно только на МХ-13-90, Т-49, Т-54, Центрион и М-103. Ну в целом весьма неплохо. Также вас ждут Х2 за все победы, начиная со второй в день, с 8 ноября 9.00 по 11 ноября 9.00 и Х4 за первую победу в день, с 15 ноября 9.00 по 18 ноября 9.00. В целом считаю, что довольно неплохо, потому что хоть и Хэллоуина не было, но некоторая такая доля хлявы нам всем перепадет и мы можем ей спокойно воспользоваться. Также вы можете подзаработать себе золото, всего лишь прокомментировав это видео в комментарии, нужно указать свой игровой ник. Ну и конечно комментарий должен быть осмысленным по теме видео. Также хочу отметить, что нужно досмотреть обязательно видео до конца, чтобы увеличить свои шансы на выигрыш. Ко всему прочему, проходите на сайт VODKIT. Данный сайт интересен в первую очередь тем, что тут самые ценные призы. Тут премиум танки 8 уровня, среди них даже самые новые. И также розыгрыш 5000 золота абсолютно бесплатно для всех. Также реферальная программа и множество других разнообразных бонусов. Ну и в общем, если интересно, ссылка вы можете найти в комментариях. И также можно отметить, что там же промо-код, который дает вам дополнительный бонус. Итак, ребята, стоит отметить, что разработчики понерфили еще раз танк под названием Объект 752. Это подарочный танк, наградной вернее, танк СССР 9 уровня. И на самом деле, смотря на это, становится просто печально, потому что танк уже занерфили просто колоссальнейше. То есть из очень годной, интересной, самобытной, да, чуточку имбовой машины, но у СССР давно не было хороших танков, превратили пока что во что-то заурядное и совершенно непонятное. И это, конечно, не радует совершенно, потому что я-то надеялся, что разработчики наконец-то в какие-то периоды игры решили добавить действительно годную награду. Они еще могут, конечно, передумать, но я не исключаю того, что еще один будет нерв. Так вот, средний урон за выстрел сделали 390 вместо 440. А было так круто. Средний урон в минуту упал, естественно, из этого. 2311 был, стал 2049. Это при том, что еще разработчики там нерфили ряд характеристик, подвижность, ДПМ. То есть танк превращается в какую-то полную несусветную ерунду. И это просто печально. Разработчики, перестаньте так делать. Перестаньте нормальные танки убивать. Особенно танки СССР. Что за нелюбовь к советским танкам? Почему не хотят апать там ИС-4 или ИС-7 или Т-62 или Объект-268? И так реально апают какого-нибудь кранвагона или другой какой-нибудь инородный зарубежный танк. Что это вообще происходит такое? Я лично этого не понимаю. С другой стороны, еще есть вполне реальный шанс получить вот такую вот имбочку под названием Объект-777 вариант 2. Свои коварные ручонки пока что Wargaming не дотянул до этого танка. Хотя чуть-чуть, по-моему, уже его или поднерфили. Ну, немножечко так его подкорректировали, но там практически ничего такого значительного. Танк по-прежнему очень даже годный. Я все же еще надеюсь, что реально Wargaming не будет нерфить этот танк. Один из немногих советских тяжелых танков 9 уровня, который выглядит довольно-таки здорово. И самое интересное, что танк вроде как готовится как подарок для ветеранов в 2019 году. Отличный действительно подарок для самых таких преданных игроков, которые не бросают в игру даже самые сложные ее моменты. Кстати, вот такой вот довольно красивый 3D-стиль был опубликован давным-давно. Но это слив супертеста. 3D-стиль для шведского танка. Весьма, кстати, неплохой. И вы можете видеть, что он как бы полностью такой зимний. То есть тут лыжи всякие. Такой вот синенький камуфляжик. И, вероятно, это был слив 3D-стиля в Новый год. То есть, вероятно, из новогодних коробок будет падать один из таких вот стилей. То есть, естественно, там еще наверняка будут 3D-стилы для разнообразных танков. Может быть, конечно, его будут просто продавать. Но вот такая вот информация вам для размышлений. Далее, что стоит отметить. Ветка башенных ПТ-САУ советских уже давным-давно ждет своего момента. Объект Д-68, вариант 5. Это ПТ-САУ, конечно, действительно весьма выдающаяся по характеристикам. Но пока что разработчики вообще даже и не говорили ни разу, что будут ее вводить. Ну, хотя добавили уже давным-давно модельку. И, естественно, ТТХ проработали. Ну, может быть, не до конца. Но, тем не менее, базовые такие вот характеристики есть уже. Но пока что, собственно, в этом году, я думаю, речи о вводе этой ПТ-САУ нету. Но вот в следующем году данная машина может вполне даже появиться. Кто знает, возможно, даже это будет просто заменой Объекта Д-68, который, в принципе, пришел в негодность. И сейчас вот выглядит совершенно невзрачно. Ну, хотя, скорее всего, его просто апнут, там, сделают ему нормальный УВН. Потому что сейчас вот, как основная проблема, на нем очень неудобно играть на обычном Д-68. Но эта машина обладает характеристиками очень такой вот мощный, такой дамаг машины. И при этом подвижной машины, которая способна передвигаться по карте, а не только сидеть в кустах и стрелять издалека. Далее, вот такая вот ПТ-шка. Кто-нибудь ее помнит? Это СУ-122-54. Некогда она была выведена из игры. Но, опять-таки, в 2020 году ее должны, по идее, добавить. Ну, вот, правда, непонятно, в каком виде. Может быть, для бонового магазина. Может быть, в плане продажи. Может быть, даже марафон на нее устроит. Машина сейчас перебалансирована под 8 уровень, скорее. Ну, и давно на китайском сервере, например, используется как премьер 8 уровня. Далее, Е-75 ТС. Это премиум немецкий танк. Уже с готовым 3D стилем ждет своего момента добавления в игру. Сейчас наиболее вероятен вариант марафона на этот танк. И, в принципе, это будет хорошо. Хотя танк, кстати, нерфили, что, опять-таки, является показателем того, что будет марафон на него. Потому что обычно как раз и нерфят марафоновые танки. Ну, и вариантов других особо нету. Потому что нету других премов, у которых есть 3D стиль. На данный момент там времени до марафона остается все меньше и меньше. Он должен быть где-то в конце ноября, по идее. Далее, конечно, вы можете сейчас запариться и поиграть в ранговые бои. И попробовать нафармить достаточное количество очков. Вот этих вот специальных, которые позволят вам по итогу приобрести такой вот танк, как Kampfpanzer 50 тонн. По сути, бронированный, так скажем, леопард. Весьма интересная машина. Чтобы ее получить, вам потребуется в ранговых боях в первом... Ну, вернее, в этом сезоне и в следующем сезоне. То есть даже если вы вообще не играли в прошлый сезон, в начале года, то ничего страшного. Но вот в этих двух сезонах вам нужно хотя бы попасть в бронзовую или серебряную лигу. Неважно, можно в обоих сезонах в бронзу попасть и забрать этот танчик. Ну, естественно, за линию фронта тоже можно получить машину. Последний этап остался, правда, для этого. Ну, то есть если вы раньше не играли, вряд ли у вас получится взять там за один этап этот танк. Хотя, конечно, можно упороться, но не очень будет правильно. На этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. Будем следить за развитием событий. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok